Так, да, добрый день или добрый вечер, или доброе утро, коллеги. Я понимаю, что все мы находимся в разных часовых поясах, так что есть возможность приветствовать в разных формах тех, кто пришел. И сегодня вторая лекция, цикл открытых публичных лекций, посвящен... Филипп, прости, что обращаюсь, у тебя, наверное, не выключен микрофон, и там как-то фонит какие-то дополнительные звуки, да, прошу прощения. Да, так вот, сегодня вторая лекция, цикл публичных лекций, которые организованы нашим коллективным проектом «Смольный Beyond Wonders», и такой конвой идут по полям тех курсов, тех трех курсов, которые объявлены, которые записаны студенты, которые уже тоже несколько недель идут, и которые читают наши коллеги. Сегодняшняя лекция, ну, собственно, вы ее видите, название вынесенное на презентацию, будет посвящено анализу исторической политики в современной России, но этот анализ будет носить, ну, относительно такой нетривиальный характер по отношению к тем описаниям исторической политики, не только российской исторической политики как таковой, которые, как правило, идут в рамках там социо-гументарных исследований, которые говорят о разных способах политической инструментализации исторического прошлого, о таком типе работы с историей, с памятью, с прошлым, который превращает историю в инструмент легитимации политического режима, политической элиты. Я попытаюсь сегодня посмотреть на этот же предмет немного с другой стороны. С точки зрения экономики, разумеется, когда я буду говорить об экономике, я буду говорить об экономике нематериальной, экономике символической, и, соответственно, о тех типах обмена и капитализации, которые носят нематериальный характер, но при этом никуда, собственно, экономическая составляющая, составляющая, связанная с производством, потреблением, обменом, извлечением прибыли, не исчезает. Просто меняется характер самих элементов, которые в этих интеракциях участвуют. И для меня, собственно, будут здесь важны понятия ресурса и понятия ренты. Собственно, оба эти понятия вынесены в заголовок моей лекции. И еще одна метафора, метафора нефти, метафора черного золота тоже здесь присутствует. Ну, собственно, так же, как и те два изображения, которые я смонтировал вместе в качестве такой визуальной заставки к сегодняшнему разговору. В первом случае мы видим памятник князю Владимиру, крестителю Руси, который в 16-м году был открыт в Москве, значит, у стен Кремля на Боровицкой площади, на котором присутствовали все первые лица государства, включая тезку святого Владимира, тогдашнего и нынешнего российского президента. И, конечно, о политическом значении установки памятника киевскому князю в Москве очень много писалось. И, собственно, эти политические перспективы, политический горизонт, он очевиден и связан с попыткой утверждения принадлежности этой части культурного наследия к современному российскому государству, в то время как эта историческая логика указывает на то, что в данный момент эта фигура принадлежит скорее украинской истории, но Украине как независимому государству. Эти все послания были считаны, разумеется, безошибочно, и они очевидны. Собственно, они были эксплицированы и в выступлении самого президента, что это такая борьба за наследие, борьба за выстраивание исторического нарратива, борьба за какой-то перехват и присвоение прошлого в качестве, опять же, некого инструментария. Или здесь уже вполне можно ввести понятие ресурса, символического ресурса, ресурса для утверждения, в данном случае, политической программы субъектом, который выступает Российская Федерация. Но меня, ну и, собственно, здесь очевидно, даже на уровне каких-то визуальных, композиционных, что ли, доминант, меня-то интересует возможность посмотреть на подобного рода борьбу за наследие в перспективе борьбы за присвоение, за монополизацию природных ресурсов. И, собственно, я и постарался найти такую визуальную рифму, которая позволила бы срифмовать, каким-то образом запараллелить эти два объекта. Памятник киевскому князю и нефтяную качалку, нефтяную скважину, которая извлекает природный ресурс из глубины Земли, из всех недр, которые хранят в себе некое прошлое, некое наследие, некую традицию, какой-то архив, в которой в данном случае он объективирован в виде природных ресурсов, из которых извлекается уже вполне прямая материальная экономическая выгода теми, кому эти ресурсы принадлежат. Вот в данном случае для меня это работает как такая визуальная метафора, которая позволяет начать разговор о каких-то более фундаментальных, концептуальных метафорах, которые в свою очередь пронизывают политическое сознание, политическое бессознательное, вообще тот способ, с помощью которого современная политическая элита, современный политический режим смотрят на само историческое поле или на поле культурного наследия, с которым тоже специфика работы организуется через модель, через оптику как раз природных ресурсов. Вот я попытаюсь как-то обосновать эту точку зрения. Вот в этом смысле памятник Владимиру оказывается тоже таким насосом, который позволяет установить контакт с… Тоже как бы в языке мы всегда говорим о прошлом, как о чем-то, что задолегает в глубине, в глубине традиций, в глубинах истории. И вот как бы подсоединиться к этим древним хранилищам, располагающимся где-то под нами, и извлекать вот этот вот ресурс в интересах тем, кто, собственно, эту качалку, этот насос, в данном случае этот памятник установил. То есть вот эта метафора «историческое прошлое, природный ресурс», она вот для меня будет сегодня сквозной. И, собственно говоря, когда я обращаюсь к понятию метафоры, за этим стоит, ну, не только мой филологический бэкграунд, а скорее, да, и я говорю о метафоре не как о каком-то просто риторическом украшении, которое позволяет как-то сделать более яркой, наглядной, убедительной речь, но как о способе структурирования реальности, с которой вот этот субъект, субъект, который производит метафоры, взаимодействует. Метафора – это, собственно, некая рамка, когнитивная рамка, если хотите, через которую мы смотрим на мир и который этот мир организует определенным образом, реализуя наше желание, наше желание видеть мир именно так, а не иначе. Соответственно, это концептуальная когнитивная рамка, набрасываясь на реальность, затем воспринимается нами уже как объективная. Мы, собственно, таким образом видим внешнюю по отношению к нам реальность. Мы видим ее, повторюсь, сквозь некие схемы, некие фреймы природы, которых носит характер семантического сдвига, то есть в данном случае метафоры, в широком смысле метафоры. И что тут интересно для меня, вот для меня, скажем, таким ключом, каким-то способом взломать тот и объективировать тот способ взаимодействия с миром, который характерен для современной российской политической элиты, для меня вот это обнаружение этой метафоры историческое прошлое слэш или там равно природный ресурс, для меня это способ, ну как бы обратно двигаясь вот по этой цепочке метафорических сдвигов, размотать и реконструировать само желание, вот то ядро, которое стоит за этим взглядом на мир. Да, и опять же, вот так же много, как много написано об инструментализации прошлого в рамках исторической политики, которые разные государства проводят, осуществляя, так сказать, собственную политическую волю, также много, ну по отношению к России написано и о том, что ее экономика носит ресурсный характер. Да, ну собственно об этом говорилось на протяжении всех там последних десятилетий, об этом же, ну уже в связи с санкциями много говорилось после 2014 года, об этом же теперь не меньше и не менее активно говорится, начиная с марта 2022 года. Вот мне кажется, что вот этот ресурсный характер российской экономики может быть экстраполирован и на способ осуществления, ну как бы экономики символической. Да, вот если мы говорим о том, что политический режим современной России в значительной степени зависит от характера экономики, на которую он опирается, то не можем ли мы сделать предположение о том, что и культурная политика этого режима тоже опирается на некую ресурсную оптику. Значит, еще одно важное методологическое отступление, которое нужно сделать в самом начале, это вот те две принципиальные логики или те две принципиальные политэкономии, если хотите, которые стоят за подходом к историческому знанию или вообще к сфере культуры и культурных ценностей в целом. Вот два типа, которые можно сопоставить с логикой или политэкономией капитала и логикой и политэкономией ресурсов. Это две принципиально различные логики. Капитал представляет собой некую, ну как бы, да, самовозрастающую ценность. Капитал постоянно прирастает к краям. Капитал связан с производством. Ну, по отношению к материальной экономике это достаточно очевидно. По отношению к экономике нематериальной экономики, связанной с культурным производством, речь идет о том, что, скажем, взаимодействие с историческим прошлым, мы постоянно производим все новые и новые интерпретации, все новые и новые толкования, возникает процесс дебатирования, дискуссий вокруг тех или иных проблем. В итоге, ну, если попытаться посмотреть на это, ну, не знаю, одновременно наивно и материалистически, что ли, этого прошлого становится все больше и больше. Да, просто потому что, что такое прошлое? Это ведь не некий набор материальных артефактов, да. Историческое прошлое – это некий, как бы, слоеный пирог наших интерпретаций, которые выстраиваются вокруг той эмпирической реальности, которая это прошлое составляет и организует. Да, то есть, как бы, условно говоря, этот пирог исторического прошлого становится все больше и больше, все толще и толще, и это связано именно с, как бы, производством нового знания. Это новое знание неотделимо от дискуссионного характера тех или иных интерпретаций. Значит, это логика капитала и логика производства. В случае с ресурсом мы имеем дело не с производством, а с распределением и перераспределением, да. Ресурс, особенно если мы говорим о ресурсе природном, ресурс всегда ограниченный, да. Там, не знаю, нефти очень много, но объем этой нефти носит конечный характер. В любом случае, да, могут открываться все новые и новые бессорождения, все менее и менее доступные, находящиеся все глубже и глубже под землей, но, да, как бы, этот, так называемый, конец нефти все время откладывается, но, тем не менее, мы исходим из того, что, ну, просто, не знаю, там, в конце концов, физическая масса земли носит ограниченный характер. Соответственно, за природный ресурс идет борьба, поскольку природный ресурс – это пирог, края которого, как бы, в каком-то смысле заранее зафиксировано. Этого пирога на всех не хватит. Если кому-то отойдет больше фрагмент этого пирога, значит, кому-то достанется меньший. И вот любопытно, ну, для меня в данном случае то, что российский режим, который одержим, разумеется, потому что его материальное благосостояние целиком и полностью зависит от этого ограниченного пирога природных ресурсов. И, собственно, этот режим во многом, ну, как бы, начался с того, что, ну, как бы, вначале ограничил свободу слова и стал работать на, как бы, поле ограничений работы средств массовой информации, да, вспомним историю с НТВ. Но, как бы, во многом этот шаг был связан с тем, чтобы, ну, как бы, обеспечить некомедийное прикрытие по-настоящему важной операции, связанной с ликвидацией компаний, ну, да, нефтедобывающей компании ЮКОС и монополизацией тех, ну, как бы, того доступа к природным ресурсам, которым обладала эта компания. Так вот, вот эта одержимость ограниченными природными ресурсами, она срабатывает и по отношению к тому, как политический режим смотрит на, ну, вот на такие вещи, как, не знаю, там, наша история, там, наше культурное наследие, наше историческое прошлое, там, не знаю, там, русская цивилизация, да, как хотите, это, как бы, тоже некое, причем, как и ресурс, да, ресурс, он, как бы, лишен самого понятия, самого представления ресурса, лишает то, что мы таким образом называем, решает некой, как бы, собственной автономной значимостью, да, как бы, ресурс лишен своей собственной субъектности, это сырье, сырье, из которого мы производим что-либо еще, да, там, нефть, продукты нефтепреработки, масла, горючее, мазут, бензин, там, керосина, ицетра, ицетра, ицетра. В любом случае, если, так сказать, у природы, у самой природы, да, может быть какая-то автономная субъектность, да, мы можем, там, ей любоваться, мы понимаем, что она обладает, как бы, своей собственной экзистенцией, да, своим, как бы, собственным бытием, с которым мы так или иначе взаимодействуем, то, когда мы смотрим на природу как на ресурс, мы лишаем природу этой автономии, да, она превращается в некий, как бы, инструментальный придаток наших целей, интересов и желаний. Это некая, так сказать, вот выделенная из природы часть, которой приписывается некая значимость, но, повторюсь, значимость внутри уже той системы координат, которую задает, там, человеческое общество и его технологии, которые созданы для того, чтобы с этой выделенной ресурсной частью взаимодействовать, извлекая из нее, там, энергию, какие-то необходимые материалы, пищу, там, да, все, что хотите. Вот так же, значит, этот филд, да, это поле культурной политики реализуется, то есть так же это реализуется и в поле, повторюсь, да, в поле культурной политики. Ну вот, и тогда действительно можно посмотреть на то, как она осуществляется через, ну, вот такую экономическую, оптику, в которой государство предстает в качестве, да, такой материнской компании, которая распределяет заказы, выдает лицензии на, как бы, на освоение вот того ресурса, который в данном случае является историческим прошлым или культурным наследием, да, и, собственно, оно и раздает этот доступ неким сертифицированным институциям, там, академии наук, да, высшей и средней школе, значит, каким-то, ну, как бы таким полу, общественным, полугосударственным организациям вроде географического общества, исторического общества, военно-исторического общества, там, музеи, билосеки, ну, в общем, вот весь этот, вся эта инфраструктура культурной политики, которая получает от государства как бы официально лицензированное право на доступ к этим ресурсам, но в результате должна производить продукт, который должен характеризоваться качеством, ну, как бы, политической лояльности по отношению к государству, который этот доступ обеспечен. Ну, иногда это, собственно, реализуется, ну, в таких, как бы, буквальных, как бы, историях ты получаешь доступ, не знаю, как исследователь, к архиву, но обязан, значит, пользоваться, ну, то есть извлекать из этого архива, ну, не просто извлекать, а работать с этим архивом таким образом, чтобы финальный продукт не подрывал интересы государства, которое тебе этот доступ предоставило. Да, там, не знаю, история с, история, например, с панфиловцами, ну, о которой, там, чуть больше буду говорить на следующем занятии, которое посвящено, ну, занятии-лекции, которое будет посвящено кино, ну, тому прекрасное подтверждение, да, вот есть архивные источники, и был директор архива, который, разумеется, по должности имел к ним доступ, источники, которые показывали, ну, позволяли демистифицировать ту легенду, которая в пропагандистских целях была сконструирована о подвиге этих 28 героев под Москвой. Что стало результатом этой мифологизации, демистификации? Результатом стал уход директора института с занимаемой им должности, потому что, как бы, вот этот доступ к архиву был им использован, ну, как бы, с точки зрения государства нелегитимным образом, да, продукт не носил этого знака лояльности, что ли, если хотите. Вот, ну, тут вот небольшая цитата из книги Симона Кордонского, одного из, наверное, самых интересных российских социологов последних десятилетий, собственно, из его книги «Ресурсное государство». И мне вот здесь действительно кажется, что Кордонский нашел, как бы, очень важную перспективу расширения представлений о том, что такое ресурс и как он может работать. Да, вот он пишет «Ресурсная организация государства фрактальна, то есть на любом уровне устройства она воспроизводит основные свои структурные особенности. Каждый фрагмент государственного устройства, в том числе люди, есть ресурс для другого фрагмента». И перед каждым таким фрагментом государством ставится задача быть ресурсом, то есть быть полезным с точки зрения достижения великой государственной цели, которую конкретизирует вплоть до отдельного человека. Вот эта логика ресурсного государства, когда все способно превратиться в ресурс, то есть все должно быть полезным в этой цепочке социальных и политических взаимосвязей. Какие следствия, сейчас их по пунктам перечислю, какие следствия вытекают из подобного отношения к историческому прошлому как к ресурсу, и, соответственно, во что превращается историческая политика, которая подобным образом себя выстраивает. Прежде всего, работа с прошлым, в данном случае это уже вполне себе общее место исследований, посвященных исторической политике. Работа с прошлым реализуется через свою инструментальность, она носит инструментальный характер. Иными словами, производство исторических представлений является не целью, но средством для чего-то иного, лежащего по ту сторону самого исторического знания. Это может быть утверждением государственной суверенности, подтверждением единства нации, политической легитимности правящей элиты и так далее. Собственно, прошлое в этой логике оказывается единственным ресурсом и единственным проектом будущего. Ну вот, в качестве, например, такой, ну не знаю, небольшой иллюстрации, выдержка из встречи Путина с представителями общественности как раз по вопросам патриотического воспитания молодежи. Цитирую. Школы и университеты, по сути, создают новые граждане, формируют их сознание. Они передают память поколений, ценности, культуру, определяют те идеи и то видение будущего, которые будут продвигать общество вперед и через несколько десятилетий. То есть вот представление о том, что система образования, школы и университеты, как бы чем занимаются? Во-первых, здесь есть такое представление о неком таком фиксированном, объектированном представлении о культуре. Они как бы передают память как нечто стабильное, не то, с чем идет постоянная работа по ре-конфигурированию, реинтерпретации, реконструкции и так далее. И вот эта вот передача уже такого очищенного, превращенного в ресурс воспроизводства этой лояльности знания, таким образом формируется будущее. Ну, собственно, вот во многом я второй тезис уже артикулировал. Дисторическое прошлое мыслится субстанционально по модели музея, выполняющего задачи патриотического воспитания. Ну, собственно, вот это вот огромный проект таких, по сути, виртуальных музеев истории России, который уже несколько лет разворачивается под эгидой и российского государства, военно-исторического общества, русской православной церкви, тому хорошее подтверждение. История – это, повторюсь, музей, то есть, опять же, некий такой фиксированный архив, который не столько производит историческое знание, сколько воспроизводит какую-то уже стабилизированную, кодифицированную, канонизированную систему представлений об этом прошлом. Затем, конечно, да, происходит, в том числе такая вот, через монополизацию ресурса, происходит и некая, если хотите, монологизация исторического субъекта. Это тоже представление об истории, как о процессе, субъектом которого является единый и неделимый народ. То есть, у истории один субъект – это народ, собственно, и обретший единство благодаря единому государству. То, что история – это пространство столкновения различных социальных групп, обладающих различной субъектностью, различной автономией, различной агентностью, и что история – это не про вот это вот монолитное единство, а про внутреннее напряжение, про дискуссию, дебат, противостояние, политическую борьбу. Это из вот этой, опять же, оптики историческое знание работает с историческим ресурсом, который моделируется по модели природных ресурсов, и в этом смысле, как я уже сказал, очищается как раз от этих всех ненужных фракций, связанных с различиями, конфликтом, напряжением, разрывом между отдельными историческими периодами. Все это исключается из подобной политэкономии исторического процесса. И вот выделенный мной, по крайней мере, четвертый пункт, о котором я уже отчасти сказал, когда сравнил между собой капитал и ресурс, прирост ценностей, неважно каких ценностей, материальных или нематериальных, то есть, условно говоря, денег или исторических знаний. Когда я вспоминал вот о этой логике игры с нулевой суммой, она, эта логика, разумеется, присутствует и в том, каким образом разворачивается борьба за символические ресурсы. То есть, апофеозом всего этого была создана в свое время, правда, потом распущена, но, по сути, вот эта комиссия по борьбе с фальсификациями истории, наносящими ущерб престижу России, которая, кстати, любопытна, что была создана в эпоху президентства Медведева, которая, ну, как бы тогда и вскоре после воспринималась как эпоха какой-то временной либерализации, с которой связывались определенные надежды на дальнейшее развитие этих процессов. В общем, вот эта комиссия по борьбе с фальсификациями, она, с одной стороны, конечно, да, была де юре расформирована, но де-факто просто ее функции оказались распределены между множеством других институций, так что комиссия по борьбе с фальсификациями исчезла, но сама борьба с фальсификациями, разумеется, куда не делась. Что вот это вот за логика, которую мы можем обнаружить в этой борьбе с фальсификацией? Почему эти фальсификации так тревожили российское руководство, именно фальсификациями, ну, то, что называлось фальсификацией на российской истории? С моей точки зрения, за этим как раз стоит та же самая логика борьбы за ограниченный природный ресурс. Условно говоря, есть такой богатый, такой энергоемкий, очень важный для современной российской идентичности ресурс, как историческое прошлое, связанное с Великой Отечественной войной, ядром национальной, культурной, политической какой угодно другой идентичности. Почему сам доступ к работе с этим прошлым, с этой частью архива, сейчас я архив говорю, употребляю это понятие в широком смысле, почему он носит такой болезненный характер для власти? Потому что они исходят из того, что это ограниченный ресурс. Да, этого ресурса Великой Отечественной войны очень много. Это очень богатое месторождение, с которого можно извлекать очень много политической энергии, которая мобилизуется в целях режима здесь и сейчас. Но этого ресурса как бы не хватит на всех. То есть если к этому ресурсу будут обращаться, условно, историки, писатели, художники, которые будут на его основе производить продукцию, ну да, вот собственно, наносящую ущерб престижу России. Таким образом, как кажется, с точки зрения этой оптики, мы оказываемся обокраденными. У нас отнимают часть того ресурса, который служит укреплению режима, единства, народного единства, знания о величии, героическом, галорифицированном характере нашего прошлого. Это как будто у тебя украли часть нефтяного месторождения, часть, не знаю, ценных, не знаю, там, лесов, лиственницы и кегры, или что-либо еще другое, украли и начинают использовать в своих целях. Если бы к этому прошлому, повторюсь, даже связанному с историей, например, Отечественной войны, при всей той значимости, которую она имеет для постсоветской России, был бы подход, повторюсь, не как к ресурсу, который распределяет и перераспределяет, а как к капиталу, который производит, но окей, хорошо, есть просто пространство свободной конкуренции, где одни интерпретации этого прошлого, то есть один тип продуктов, который взаимодействует с этим ресурсом, конкурировал бы с другим типом продукции. В этом смысле ничего критически страшного в этой логике, в логике капитала и производства не происходит. Есть вот эта самая дискуссия, есть конкуренция самого этого прошлого, тем самым становится только больше, потому что есть теперь к одному и тому же событию, условно, не два толкования, а двадцать два. Но с точки зрения, повторюсь, ограниченного природного ресурса, историческое прошлое или культурное наследие превращается в что-то, что необходимо охранять, доступ к чему необходимо ограничивать. Отсюда возникает эта логика секьюритизации, втягивания работы с историческим прошлым в эту зону национальной безопасности и национальных интересов. Обычно в зоне национальных интересов лежат как раз там природные ресурсы, территориальная целостность и так далее. Собственно, безопасность граждан, проживающих на территории государства. Если мы применяем эту логику секьюритизации к историческому прошлому и тоже защищаем его от террористических нападок враждебных, не знаю, либеральных, прозападных, не знаю, квир-ориентированных, каких угодно вот этих других субъектов, которые с нашей точки зрения режима способны кусок этого пирога, кусок этого ресурса у нас отнять, произведя какую-то сфальсифицированную продукцию, этому, естественно, нужно противостоять и этот доступ блокировать. Вот теперь перехожу к следующему, ну, собственно, предпоследнему, наверное, пункту моего разговора. Это про вот это блокирование и ограничение. Собственно, так, что тут? Да, ну вот эта цитата такая развернутая из Андрея Горца. Андрей Горц – один из наиболее авторитетных современных экономистов, ну, вполне старшего поколения, который занимается тем, что описывал то, что получило определение там когнитивный капитализм, мобилизация там культурных ценностей и так далее. Он как бы задается вопросом о том, о каким образом, собственно, может быть капитализировано то, что является общественной собственностью, то есть то, что принадлежит всем. И в этом смысле как бы обмен этими ценностями носит абсолютно открытый и свободный характер. И капитализация, то есть извлечение ценностей в чьих-либо интересах, тут оказывается невозможным просто потому, что это общественное состояние. Оно принадлежит не кому-то в отдельности и не какой-то группе, и не государству, и не частному лицу, а всем. Каким же образом это можно капитализировать? Задается он вопросом в том фрагменте, который я вынес на этот слайд. И ответом на этот вопрос, на вот это удивление, каким же образом капитализируется общее, публичное, является то, что капитализировать это, превосходить это в товар, в то, что можно мобилизовать в чьих-то цели, можно через приватизацию, то есть через ограничение доступа к этому объекту, что бы это ни было. Вот природа или культурное наследие. И вот здесь, в этом месте ограничения доступа возникает, собственно, второе важное для меня понятие сегодняшнего разговора. Уже не ресурс, о логике ресурса по отношению к логике капитала я уже сказал, а это понятие ренты, которое, опять же, постоянно используется для описания того, как работает современная российская экономика, которая организована через взимание ренты с различного рода ресурсов, которые монополизированы или приватизированы. Тут, опять же, все зависит от перспективы взгляда на эту проблему. Значит, это, с одной стороны, приватизируется какой-то группой людей, но при этом эта группа людей говорит от лица государства. Ну вот, поэтому, собственно, тоже, когда эта группа людей пытается определенным образом ограничить доступ к культуре, она называет это ограничение доступа чем? Национализации культуры, что, окей, мы на самом деле, это все принадлежит русскому народу. Проблема в том, что от лица русского народа говорит вполне конкретная группа людей, которые в действительности не национализируют это национальное достояние прошлого и традиции, а приватизируют ее в собственных интересах. И вот, когда нечто монополизируется, нечто оказывается предметом ограниченного доступа, право на который, на этот доступ принадлежит какой-то группе, политической элиты, допустим, и возникает феномен ренты. Рента, собственно, и есть не что иное, как результат, как эффект этого ограничения доступа. Ты открываешь к кому-либо доступ на освоение, на взаимодействие с этим ресурсом. Этот некто, кого ты лицензируешь этим правом, выплачивает себе определенный, так сказать, оброк, если хотите. Ну вот, в виде налогов, которые ты же сам и устанавливаешь каких-то других услуг. Например, это может называться «Социальная ответственность в бизнесе». Ну вот. Или одной из форм такой ренты может быть политическая лояльность. Ты открываешь доступ к определенному росту, типу ресурсов. Например, там, не знаю, например, вам, как кинематографа, да, где снимается там военно-патриотическое кино. Соответствующим режиссерам дается право на эту работу с «Социальским прошлым». Им предоставляет вся инфраструктура проката. Но, разумеется, специфика, ценностная, содержательная специфика продукта, коль ты, например, подаешь заявку в Министерство культуры, в Фонд кино и так далее на право съемки какого-либо фирма и финансирование этого кинопроизводства. Разумеется, продукт этого кинопроизводства должен отвечать той политической повестке, которая в данный момент стоит перед государством. И, собственно, еще одной теоретической перспективы, которая, как мне кажется, здесь вполне релевантна для разговора о современной российской, ну, современной последних, собственно, десятилетиях. Не за месяц и даже не за годы эти практики сложились. Под еще одной теоретической перспективой релевантной для меня выступает подход, кристаллизовавшийся в какой-то момент в рамках неоинституциональной экономики, подход Дугласа Норта, собственно, экономиста, который и дугласского лауреата, который в рамках этого экономического тренда лидирует. Это книга Дугласа Норта Джона Уоллеса и Барри Ван Гайста, которая называется «Насилие и социальные порядки». И они там разрабатывают собственно типологию государств, которую определяют через два типа. Это государство ограниченного доступа и государство открытого доступа. Доступы к чему? Ну, собственно, к различного рода ресурсам. Этими ресурсами в точке зрения, ну, оказывается, в разные периоды эти ресурсы доминируют. Земля, труд, капитал и организации. Ну, с землей, трудом, капиталом все понятно. Организация – это создание различного рода организаций, институций, предпринимательской активности в самом широком смысле, которые возникают в экономическом поле. Я, собственно, предлагаю расширить список ресурсов, шагнув в сферу ресурсов символических или ресурсов нематериальных. Ну, вот, собственно, тем самым ресурсам, о которых я говорил. Это культурные ценности, в данном случае связанные с историческим прошлым и культурным наследием, но, только повторюсь, для того, чтобы они превратились в ресурс, вот, в том смысле, о котором говорю я и о котором говорят авторы, на которых я ссылаюсь, эти ресурсы должны были претерпеть вот этот вот концептуальный сдвиг, начав восприниматься по модели ресурсов природных. Ну, то есть, по сути, по модели земли или каких-то минеральных богатств, которые в этой земле находятся. И вот, ну, если с государствами открытого доступа тут более-менее все понятно, тут основой государственного функционирования оказывается конкуренция, понятно, конкуренция инициирована открытым доступом к этим ресурсам. Вот и конкуренция на основе доступа к земле, к труду, к капиталу, к организациям или конкуренция на основе доступа к культурным ресурсам, где разные подходы, разные интерпретации, разные истолкования и выступают в качестве продукции конкурирующей на свободном рынке или в поле демократического знания, знания о прошлом, знания о культуре и так далее. В случае с государством ограниченного доступа возникает вот это ограничение, которое, как пишут Норд и Вайнгайст, собственно, позволяет этим государством обеспечивать собственную устойчивость. Эта устойчивость каким образом организуется? Она организуется через то, что доступ к привилегиям и рентам является стимулом для воспроизводства коалиции элит, готовых взаимно признавать привилегии друг друга для того, чтобы избежать их возможной потери в результате борьбы за перераспределение доступа к этим самым ресурсам. То есть, по большому счету, если говорить даже о нынешней повестке, уже актуальной для месяцев после начала войны, эти бесконечные ожидания раскола элит оказываются наивными, по крайней мере, на данный момент, поскольку как раз вот та логика ренты, на которой эти элиты собственно и сформировались, заставляет их соответствующим образом смотреть на реальность, которая их окружает. А реальность, которая их окружает, говорит им о том, что коалиция, союз, несмотря на то, что их реальные взгляды, интересы и так далее, могут и вообще отношение друг к другу и отношение даже к краеугольному камню, который эти элитные группы организуют в единую конструкцию, может быть очень сложным, противоречивым и основанным точно не на взаимной симпатии, уважении и любви. Но если они вступят в конкуренцию за ресурсы, ну окей, этим ресурсом в данном случае оказывается власть, но там дальше все этажи этих разных ресурсов можем перечислять. Это и опять же те самые природные ресурсы и капиталы и политическая лояльность общества, как только они вступают в конкуренцию, они оказываются в ситуации опасности и вызова, с которым сталкиваются все эти группы, как только они в эту конкуренцию вступают. Потому что результатом конкуренции является всегда то, что кто-то побеждает, кто-то проигрывает, кто-то на в центре, кто-то на периферии. В общем, победят не все. И поскольку, как я уже сказал, логикой и способом существования и механизмом самого социального лифта, который привел те или иные группы, тех или иных лиц в состав этих политических элит, вот эта вся логика, весь этот бэкграунд, весь этот хабитус, если хотите, в таком бурдивистском смысле, основан как раз на логике клиенты ограниченного доступа, получения права к доступу, который им когда-то предоставили. Теперь они оказываются в ситуации тех, кто предоставляет. В любом случае, они привыкли таким образом смотреть на мир и с ним коммуницировать. Так вот, вот это оптика и логика говорит им о том, что коалиция и сохранение этой ситуации, когда как бы не всем доступ к ресурсам предоставляется, это способ удержания власти, своего положения, воспроизводства того статус-кво, которое понятно их устраивает, потому что в рамках этого статус-кво они находятся в том месте, где распределяются лицензии на доступ к тем или иным ресурсам. Повторюсь, от нефти и газа до исторического прошлого и культурного наследия. Ну и, конечно, власть, прежде всего, власть и собственность. вот и ну, может быть, да, уже подходя к завершению, я думаю, что мы можем здесь поставить точку, вот, как мне кажется, как бы работающий и в том числе обладающий и каким-то ну, как бы непосредственным политическим активистским смыслом интерпретации, критики, деконструкции, той культурной политики, субъектом которой является современный российский политический режим, является вот обнаружение за его способом работы с прошлым той самой ресурсной логики, которая сформировалась в сфере материальной экономики, основанной на монополизации или, по крайней мере, ограничении доступа к природным ресурсам. Многое можно понять и диагностировать в том, каким образом работает эта культурная политика, каким образом она производит такие вещи, как политическая или национальная или культурная идентичность, каким образом она производит представление о русском мире или о русской цивилизации, или о русской истории, это единый, неделимый, тысячелетний, идущий от Киева к Москве. И там, повторюсь, болезненность, с которой режим реагирует на все попытки пересмотреть эти гегемонные нарративы и представления о российской культуре и российской истории, что обнаружение этой концептуально-метафорической логики, о которой я только что говорил, дает довольно многое для подрыва для критической как бы демистификации этой политики и для выстраивания каких-то других способов культурного производства, которые были бы альтернативны по отношению к нынешней культурной гегемонии не просто с точки зрения политического знака, политической идентичности. Окей, мы противопоставляем нынешнему национал-патриотическому консервативному ядру культурной политики, осуществляемой государством, какую-то другую либеральную, левую, социалистическую, анархистскую или какую-либо иную, но находясь все еще в этой же логике борьбы за ограниченный ресурс культурных ценностей. А предложение некой абсолютно альтернативной, радикально альтернативной повестки культурного производства, где мы смотрим на пространство культурных ценностей как на некое открытое множество. Ну, то есть, да, как на капитал, который не, ну, как бы работает не в логике Шарикова, взять и поделить, а который работает в логике умножения, постоянного производства, постоянного расширения. Вот это, мне кажется, было бы более таким фундаментальным ударом или какой-то попыткой сдвига той культурной гегемонии, которая, в общем, на данный момент склеивает не только воедино, склеивает не только политические элиты, но и элитую и значительную часть российского общества, которая, в общем, привыкла смотреть на культуру, как бы тоже на собственную культуру в тех же самых терминах некого ограниченного природного наследия, которым члены этого сообщества, под названием российское общество или русский народ, как хотите, обладает и который он должен защищать, если хотите, с оружием в руках от любых попыток это наше наследие, наше прошлое, нашу память у нас отнять. Повторюсь, за этой логикой нашей истории стоит природная субстансивированная логика ресурса. Это как спор о воловьих лужках. чьи лужки наши или соседские. Когда мы говорим о культуре, ответ не чьи или общие. Чьи Пушкин? Он не наш, а общий. Но это отчасти перехожу к ответу. Да, вот я вижу Юлю. Спасибо. Ладно, на этом монологическая часть завершена. Если есть вопросы, то задавайте. У меня есть один ответ на вопрос Юли Чернышева, которая здесь присутствует, которая мне задала неделю назад. Я тогда ответил, а потом часто у всех или у многих людей бывает, ты даешь какой-нибудь ответ, потом продолжаешь думать над вопросом и понимаешь, что тебя этот ответ уже не устраивает. Может быть, какие-то вопросы или реплики пока в адрес сегодняшней темы. Великвладимович, у тебя вопрос, да? Да, да. Спасибо. У меня вопрос такой, потому что это общего вопроса. Я воспринимаю это все в контексте дискуссии обществлении технологическом, которое сейчас происходит, связанным с creative commons, с тем, что интернет позволяет обществлять обществлении, это обществление не имеет тиражного ограничения, допустим. Вопрос в этой связи такой, то есть исходя из того тезиса, как я понял этот тезис, приватизации, я уж не знаю, каковы ее механизмы, какую правильность можно провести с технологическими процессами, о которых я говорил, но тем не менее, меня скорее интересует вот, что все это обычно дипларирует такой квас обращение к истории. По сути, то, что мы слышим в речах всех наших квази-историков правительственных, начиная с самого заключается, что по сути дела обращение к чему-то очень старому и там печенега вспомним, у кого хочет вспомним, абсолютно отсылка к каким-то практикам и часто это слышишь в виде критики, что ну да, они переместились в 19-е годы, а в какой степени практики я не очень верю, что это практики собственно 19-го века, или вернее даже если не имитируют какие-то старые совершенно подходы и терминологии, на самом деле это что-то совершенно новое в современных вообще технологиях состояния жизни, экономики, чего больше. Если это действительно на каких-то новых принципах основы тогда, как это соотносится, ну вот как это с этим самым общим, которое можно, которое нельзя вернее приватизировать или вернее опять же можно технологически приватизировать, можно долго дискуссию пропустить с точки зрения допустим опять же вот интернета и рецензии и так далее. Мы знаем, что есть любой компьютер это Unix в основе своей, Unix, который разрабатывал все ученые всего мира, это некое наследие, в сущности то, что делают сейчас, это делают как бы верх общего наследия, что приватизируется, вот вроде как все приватизируется, но на самом деле ленты возникает за счет эксплуатации чего-то дополнительного. Технологически я понимаю, как это работает, а вот как это работает на механизме приватизации традиции? Понятный вопрос. Я надеюсь, что я его понял, там просто еще были, я не знаю, то ли это исключительно у меня, но время от времени да, то есть там как бы были такие как бы остановки, но я надеюсь, как-то я смог все-таки реанструировать основной поинт. Значит, смотри, в чем базовая проблема, которая возникает на уровне вот той ну опять же, разумеется, как бы попытки приватизации, ну или монополизации государством доступа к к прошлому, да, который рассматривается как именно как ресурс, которому можно открывать или закрывать дорогу, возможность им пользоваться. Значит, первый вопрос, ты частично на него тоже уже стал отвечать. Первая проблема, которая здесь возникает, что, конечно, закрытие этого доступа носит ну какой-то ну не то, чтобы нелегитимный, но в общем политический характер, поскольку каким образом ты можешь закрывать доступ к чему-либо, что тебе не принадлежит. Но если в случае с каким-то ну там технологическими цифровыми продуктами, здесь ну хотя бы отчасти какую-то логику за этим я вижу, поскольку ну хорошо, все-таки как бы разработана какая-то программа, она разработана какой-то группой людей, пусть даже распределенной, пусть даже очень большой, находящихся в разных местах, но тем не менее работавших над каким-то цифровым продуктом. Один ответ, ну хорошо, они там получают гонорар, а дальше уже никакой лицензии, дальше все это поступает в пользование, а не поступает вот в ту сферу рента-извлечения, где каждое обращение к этому продукту заставляет себя платить за это обращение. Но все-таки это продукт, который кто-то сделал, даже если там много людей. В случае с историческим прошлым, окей, да, конечно, кто-то эти культурные ценности создавал, кто-то воевал, кто-то писал поэзию, кто-то создавал архитектурные объекты, но все эти кто-то уже давным-давно умерли. Никто сейчас в данный момент не является прямым наследником тех людей, которые все это культурное наследие создавали, повторюсь, начиная от солдат в окопах, заканчивая учеными в библиотеках и художниками в их мастерских. Но, тем не менее, попытка присвоить это наследие в качестве какого-то нашего, кто бы не стоял за этим шифтером наших. Опять же, поскольку местоимения часто выступают как вот такие пустые означающие шифтеры в гобсоновском смысле, когда, не знаю, президент или какой-нибудь представитель государства говорим «мы», как раз не очень понятно, о каком множестве этих «мы» идет речь. Они претендует на то, что это «мы», это граждане Российской Федерации, но при этом мы понимаем, что «мы» это группа людей, группа товарищей, которые отвечают за это российское государство. Или вообще «мы» это «я» и члены кооператива «Озеро». Каждый раз разная матрешечная конструкция возникает, но доступ, разумеется, работает. Его не так легко осуществить, как в случае с месторождениями нефти, газа или лесов, хотя на самом деле те же леса можно незаконно вырубать в обход каких-то законов. А что происходит здесь? Мы постоянно видим, как субъектов поликультурного производства, которые обращаются к прошлому каким-то образом, который с точки зрения режима не совпадает с его интересами, их право на доступ постоянно ставится под сомнением. Если ты снимаешь фильм про Чайковского, где Чайковский возникает тема его сексуальной ориентации. Или там, ну ладно, Чайковский, если ты там снимаешь кино, которое, например, попытается демистифицировать какие-то исторические мифы. Компания, которая поднимается в медиа, указывает себе на то, что кто ты такой, чтобы иметь право прикасаться к этим святым объектам нашего исторического прошлого. В конце концов, тебе могут этот доступ и в прямую ограничить. Тебя могут завести уголовное дело, заставить тебя в выходе страны, тебя могут лишить финансирования, если твое культурное производство основано не просто на том, что ты ходишь в библиотеку с стареньким лэптопом и пишешь какие-то исторические статьи, но тебя могут уволить из университета. В конце концов, если особенно ты иностранный гражданин, тебе действительно, мы же все помним, как начались все эти скандалы о том, что ты не можешь, в смысле, что иностранные ученые не могут работать в российских архивах и библиотеках, не могут выступать в российских университетах, если они приехали по туристическим визам. Они должны получать некие лицензии в виде визы по научно-техническому сотрудничеству, так это называлось, которая дает право прикасаться к российскому культурному наследию, ходить в библиотеку или в архив, или выступать с результатами своих исследований в российском университете. Это и есть лицензирование, это и есть ограничение доступа. Можно разные примеры подобного рода ограничений привести. Вот как это работает. Но, повторюсь, для того, чтобы это заработало, нужно осуществить некий политический жест, который осуществить может только тот, кто обладает главным ресурсом государства, правом на насилие. Ты должен взять и то, что государству не принадлежит, ну, вот, как бы прошлое, оно тебе не принадлежит, потому что ты не приложил собственного труда к его созданию. Вот это условно 41-45 можно представить. Кто это ты, кто может быть? Это же это не твоя победа, ты к ней не имеешь никакого отношения, это не твоими руками сделано. Мы даже сейчас не будем говорить, что это было за победой, каким образом, в целом, это не ты. Каким образом возникает вот это вдруг присвоение этой победы тем, кто к ней не имеет ни малейшего отношения, только потому, что, типа, ну, какое-то кровное отношение, потому что это твои дедушки и прадедушки во всем учебе, ну, так, ты унаследовал от них уже, не знаю, 8 соток, не знаю, садоводство, двушку в хрущевке, ну, вот, как бы, все, на этом отношения собственности по отношению к предкам закончились, ну, вот, и дальше, ну, опять же, вот это вот не трогай своими грязными руками наше, как бы, светлое прошлое. Ну, это, как бы, просто, ну, повседневный дискурс, как бы, да, но за ним мы можем обнаружить массу уже и институциональных практик и действий, которые действительно не дают, как бы, некоторым возможности работать с этим не дают помещение, тебе не дают, не знаю, там, да, ну, вот, если ты театральный режиссер, да, тебе не дают, ну, там, не дают проката, да, тебе, опять же, тебе не дают, не знаю, может быть, там, работу в университете, чтобы ты имел возможность, там, в качестве историка или, там, кого угодно продолжать функционировать. Очень-очень разные процедуры, ну, вот, но они все выстраиваются по этой логике ограничения доступа. А наоборот, как бы, да, если тебе дают все, так сказать, возможности этого доступа, создают некую зону особого комфорта, ну, тогда ты и должен производить всякие, там, военно-патриотическое кино, как бы, книжки про нашу великую победу, значит, ну, ицетра, 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 да, соответствующие спектакли, оперы, там, ну, вот, во всех сферах культурного производства, да, то есть, вот, это и есть рента, которую ты платишь за то, что тебе, как бы, дают доступ. Так это, вот, работает по разным капиллярам этого культурного производства. Юля, я вижу, Юля Лайус, да, в начале тогда, я недолго, извините, да, я не буду показываться, вот, очень интересно, мне кажется, вот то, к чему сейчас в конце вы приходите, да, к институциональным вещам, вот здесь, мне кажется, наибольший интерес, потому что, смотрите, дело не только в культурном доступе, у нас вообще институции имеют такой закрытый характер, и они регулируют доступ, даже к научным данным, например, да, мы знаем, что в других странах, да, данные, собранные учеными, они не принадлежат институциям, ну, или не все, скажем, да, они сливаются в какой-то общий пул к ним, просто получить доступ, там, данные по климату, там, по ресурсам, ну, какие хотите, научные данные, считается, что это собрано на деньги налогоплательщиков, в России совершенно иначе, невозможно получить доступ к данным, собранными институциями, не только какими-нибудь там, провластными, там, занимающимися прошлым, но даже научными институциями, и даже к прошлому этих данных очень сложно получить доступ, например, архивы научно-технической информации, ну, документов, да, научно-технические, там, в Самаре, например, работают так, что институт, если существует у него правоприемник, то они имеют право закрывать доступ. Мне не дали документы по рыбному промыслу 1930-х годов. Институт, который мне был нужен, был разгромлен, на его, как бы, остатках сформировался другой институт, который оказался его правоприемником, несмотря на то, что они же его и разгромили. И эти документы получить невозможно без санкций существующего до сих пор института. Вот это вот очень важная проблема. Полностью согласен. Это вот, это, в принципе, к той цитате из Кордонского, которую я привел в самом начале. Все, как бы, в Российской Федерации все абсолютно работает по этой логике ресурса, с одной стороны, и регулирование доступа к этому ресурсу. Куда вы не возьмете, потому что, тоже, опять же, окей, институции закрывают, там другой тип лояльности. Если для вас это открывают, значит, ну, какая-то институциональная лояльность, что-то вы, как бы, все должны, не знаю, сделать, проявить, продемонстрировать, какое-то особое отношение к этой институции, вот, как бы, к этой организации. Повторюсь, это сверху донизу организует, как бы, все сознание, воображение, работу институций, работу материальной экономики, работу экономики символической. Это, вот, не вот это, вот, действительно, свободный доступ к знанию, к информации, к политической борьбе, к, значит, к материальным ресурсам и так далее в рамках предпринимательской активности. Нет, опять же, тоже, если ты предприниматель, ты тоже, как бы, ты должен, как бы, какую-то другую, как бы, ренту платить. Опять же, даже, в том числе, и политическую лояльность. Если ты предприниматель и, например, выражаешь какую-то протестную политическую позицию, ну, у тебя намного больше шансов, как у предпринимателя, оказаться объектом различного рода, там, инспекций, пожарных, санэпидем, эцетра, эцетра, да, и потому, что ты, как бы, не платишь, на самом деле, некую неоговоренную ренту того, что тебе вообще дали заниматься, например, предпринимательской активностью. Все, как бы, таким образом, именно как фрактал, как бы, что структура капли воспроизводит структуру целой системы, да, все вот таким образом работает и втягивает в себя, ну, просто тут действительно, почему меня, как бы, так, особенно занимает этот момент исторического прошлого, и, не знаю, каких-то культурных ценностей, что это, ну, уже некий предел расширения логики ограниченных ресурсов вот до некого экстримума, до некого полюса, да, потому что здесь мы действительно говорим о том, что в силу, как бы, в том числе, как бы, давности лет вообще, как бы, утратила какую-либо маркировку собственности и принадлежности кому-то, что позволило бы теперь некому субъекту претендовать на обладание этими ценностями, что они, типа, нам принадлежат, то есть, ну, вот условно, там, как бы, нам принадлежат какие-то там печенеги, да, хазар, кто, как бы, какая тут, как бы, может быть, связь, да, которая бы позволила говорить о том, что это наше наследие, и мы имеем право исключительно с ним работать, его присваивать и извлекать какую-то энергию, в том, что там энергию, не знаю, культурной или социальной мобилизации из присвоения этого общего, этих общих ценностей, которые не принадлежат никому, то есть, опять же тут, извините, если я продолжу, опять же институции, вот тут опыт археологов можно привлечь, да, потому что оно вот никому не принадлежат, но если оно в нашей земле, что называется, то институцию Эрмитаж выкопал и все, как бы, это институциональное и на самом деле очень интересно посмотреть, как это возникло там в советское время, ну, об этом пишут, да, ну, в общем, нет, конечно, археология тоже, ну, археология меня, как бы, тоже занимает, в общем, да, конечно, конечно, Юля, но у вас какой-то еще другой вопрос, потому что у меня еще есть предыдущий ответ. Я, да, спасибо, я просто хотела сказать, что мне пришло в голову, пока я дослушивала лекцию, я, к сожалению, не сначала ее слышала, но обращаясь к теме вот этого лимитирования доступа к тому, что считается за некоторую историческую ценность, я еще подумала о в целом нашем поле литературных исследований, которое во многом структурировано той же логикой даже на выборе методологии, и вот в моем опыте учебы на магистрских, на бакалаврских программах это часто вливается в то, что когда ты даже называешь какую-то методологию по имени, это уже воспринимается как какая-то атака на нашу литературу, и даже не говоря о каких-то совсем радикальных, можно сказать, случаях, вроде, когда ты говоришь, я хочу заниматься квир-стадис, или феминистской теорией в отношении к каким-то текстам русской литературы, а даже когда просто начинаешь разговор о воспроизводстве дискурса власти, о каких-то нарративах социального контроля и регуляции, такая политизация литературы с какой-то очевидной отсылкой вот, наверное, к тому, что в общем воспринимается как cultural studies в таком негативном визводе, который до сих пор, мне кажется, теплится в русской академии, не везде, конечно, и не у всех, это иногда бывает так. Я просто, наверное, до вашей лекции скорее воспринимала это как продукт системы, в которой обращение к левому равняется обращением к советскому прошлому, и это плохо в правильной академии, даже каких-то инновативных иногда профессоров можно такой слышать, но вот эта логика ресурса, ограниченного ресурса, мне кажется, она здесь тоже хорошо работает. Вот, спасибо. Да, да, ну, разумеется, поскольку русская литература является таким же наследием, которое присвоено кем-то, присвоено филологическими факультетами российских университетов, ну вот, и какие-то подходы с их точки зрения легитимны, какие-то нелегитимны, потому что, опять же, это наша литература, и у нас есть наше литературоведение, да, то есть, условно, вот у нас есть наш ресурс, это русская литература, и у нас есть наши технологии работы с этим ресурсом, русская историка литературная школа, грубо говоря, в самом широком смысле, вот это наша технология и наш ресурс, и мы, соответственно, здесь мы в легитимном пространстве находимся, если там это, ну там в 90-е годы, я через это проходил, допустим, в 90-е годы это была деконструкция, там, или лакановский психоанализ, да, то ты, вторгаясь с ельской деконструкцией или лакановским психоанализом пространства русской литературы, оказывался на самом деле в положении какого-то грабителя, который вторгается в чужие сады, для того, что, да, в чужой вишневый сад, для того, чтобы просто его испоганить и там превратить в какие-то десакрализованные дачные участки, как это там предлагал Лопахин, да, ну то есть вот что-то подобное произвести с этим нашим как бы прекрасным прошлым, этой прекрасной традицией. Вот, а вот что касается вашего вопроса по вот памятникам, да, и, значит, декоммунизации, я тогда пошел по этому пути, ну, значит, расширение пространства борьбы от декоммунизации, декоммунизации, да, ну то есть условно от демонтажа памятников Ленину к демонтажу памятников там Екатерине и Пушкина, да, вот, и, кстати, отчасти логика сегодняшнего моего разговора, она в этом же направлении, про вот это общее. Разумеется, понимаете, особенно сейчас во время войны, ну, и уж точно кто я такой, чтобы давать советы украинцев о том, как им обращаться с тем там российским имперским наследием, которое находится на территории их культуры, но и на территории их государства. Но, тем не менее, если попытаться посмотреть на это в таком, как бы, попытаемся сделать это усилие, посмотреть на это как будто уже так теоретически дистанцированно. Есть одна логика, которая, разумеется, доминирует как бы сейчас и она естественным образом доминирует в подобной ситуации как бы анти- колониального подъема и деколонизации. Это логика строительства нации. И в этом смысле, конечно, это логика с одной стороны уходит корнями все-таки в романтизм и в XIX век, с другой стороны в те процессы одновременно деколонизации и национализации, которые мы имели на протяжении середины второй половины XX века, когда прошла вот эта вот деколонизация третьего мира. Это логика ну, как бы очищения национального ядра от разных опять же примесей напластований, которые идентифицируются как следы присутствия имперской культуры метрополии. То есть, ну, вот эта логика, что такое наша культура? Наша культура это, значит, наша культура на этот момент минус вот это, минус вот это, минус вот это, минус вот это, то есть, вот мы как бы очищаемся от всего того, что опознаем, как не наше, для того, чтобы прийти к этому как бы национальному чистому ядру. И понятно, как бы, естественно, а уж тем более в ситуации войны и прямого противостояния эта логика исключения, она оказывается едва ли не единственной возможной. И сейчас мы видим именно ее, там Екатерина, это она, нет, не наша, уберем, Пушкин наш, нет, не наша, уберем. Дальше, ну, как бы, дойдет и до украинских классиков, которые в тот или иной момент каким-то образом как бы запятнали себя каким-то, может быть, как бы слишком добродушным взаимодействием с русской культурой. Но, может быть, другая логика, которая тоже довольно неплохо уже описана как бы такими новыми волнами постколониальных исследований, допустим, там у Хоми Бабы, это логика не движения к национальной, ну, как бы, частоте национального ядра, а это логика гибридности. Как кажется, более, как бы, богатая, более продуктивная логика, чем логика очищения. Как бы, вот это возвращение к себе, к собственному истоку, к собственной частоте и беспримесности, что ли. Тогда это логика перехвата. Ну, то есть, условно говоря, русская культура говорит там, чей Пушкин? Наш Пушкин. Нет, условно говоря, говорит Украина, это наш Пушкин. Чья Екатерина? Вы думаете, это как бы ваша петербургская или там нет? Нет, это как бы наша Екатерина. Ну, то есть, что вот эта вся якобы ваша культура митрополия, это наша культура. И она принадлежит нам не в меньшей, а может быть, в каких-то аспектах в большей степени, чем вам. Ну, я думаю, вы в Украине точно обращали внимание, я, кстати, не знаю, фигура очень противоречивая, но все вы, естественно, так или иначе постоянно с ней сталкиваетесь. Я имею в виду Арестовича. Я думаю, вы же уже, да, да, ну, то есть, говорю, фигура неоднозначная, но любопытная. Что, как бы, делает Арестович? Подождите, российская, вы говорите, там ваша Россия? Нет, это наша, это наша Российская империя. Это мы, как бы, будем выстраивать как бы саму, не в смысле Украинскую империю, а как бы саму, как бы, что вот эта вся история, которую вы претендуете присвоить себе, это наша история. Это как бы мы, митрополия, которая временно, там, на пару столетий просто, так сказать, на аутсорсинг, значит, вынесла какие-то политические функции в начале, там, труднопроходимые, там, болота Северо-Восточной Руси, а потом еще дальше, значит, там, в Ингермонландии. Да? вот, повторюсь, это очень контроверсия вся эта позиция, но в ней, ну, и дальше, конечно, можно говорить, да, да, Арестович, понятно, он же там был связан в нулевые годы с Дугином, и вообще, как бы такой, ну, темная лошадка такая, да, хотя и влиятельная, как я понимаю, на данный момент, в медийном, по крайней мере, пространстве украинском, таком мейнстримном, да, но вот, но... Ну, уже поменьше. Ну, уже поменьше, да, 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 это видно, это прямо видно, но вот, но как бы сама вот эта логика перехвата, разумеется, перехватывать все не нужно, наверное, как бы там имперский импульс можно и не перехватывать, да, но в целом, вот эта вот амбиция на то, что мы будем действовать, ну, мы в данном случае, да, как бы, я вставил ее на позицию арестующего смысла, мы, Украина, будем действовать не через фигуру исключения, что вот это все уберите, вот это как бы все нам... Нет, наоборот, как бы переприсвоение, перехватывание. Нет, на самом деле, а мы это перепишем как часть нашей истории. Ну, как бы с точки... Но, а уж по отношению к культуре, кажется, что это точно, потенциально может быть, ну, как бы открывает намного большее пространство для маневра культурного строительства, культурного производства, чего угодно. Это не все-таки не процедуры, как бы исключения, процедуры включения. Что все это вот... Мы от этого не отказываемся, ну, как бы даже какая-то такая логика обывателя. Можно все это, как бы, посбрасывать за борт, а можно все это присвоить. Ну, опять же, присвоить не в смысле просто контрабанно, просто взять там, проштамповать там, да, made in Ukraine, да, ну вот, а в смысле переработать как свое. Поскольку, ну, опять же, это логика... И, кстати говоря, но у Хоми Баба ведь тоже, он же это не на пустом месте, он как бы показывает, как тоже, как бы в той же Индии происходили в разные моменты эти всплески борьбы за культурное ну, как бы, наследие. И когда... Нет, нет, ваша британская культура, это наша, это наша, на самом деле, индийская культура. И мы ее вам не отдадим. Да, то есть, вот это не ваша просто культура метрополии, это наша культура. Ну, в смысле, часть нашей культуры. И мы, взаимодействуя с этой частью нашей культуры, произвели огромное количество как бы важных, интересных, содержательных результатов. Разумеется, понимаете, то, о чем я сейчас говорю, сейчас в отношении вот этих как бы баталий эта логика нереализуема. Да, она как бы возможно просто как какие-то такие теоретические sophisticated артикуляции. Ну вот, просто потому, что понятно, что логика войны, она не допускает подобного рода культурную работу. Но в целом, вот как бы в будущем, как мне, по крайней мере, кажется, логика гибридности и переприсвоения, она могла бы принести больше пользы, нежели логика очищения и движения к национальному ядру. Вот, потому что, конечно, понятно, что после победы, да, ну, понятно, что тоже, ну, про Россию вообще молчу, но Украину тоже ожидают непростые времена, и я имею в виду даже не экономическое восстановление. Как раз все может быть неплохо и даже очень хорошо, а вот как бы всякая борьба за идентичность и вот культурное строительство, вот там, наверное, ну, и все это будет в сфере политики, понятно, тоже отражаться, вот там, как бы тоже начнутся, я думаю, какие-то непростые достаточно времена, и вот учитывать эту опцию, в принципе, разработанную во второй волне постколумиальных исследований, логику гибридности, ну, вот, может быть, было бы не стоило бы эту логику учитывать. Вот. Вот. Спасибо. Мне кажется, можно что-то добавить? Конечно, конечно. Мне кажется, вы затронули также важный момент, за которым часто не может еще угнаться российская, на мой взгляд, доколониальная в том числе мысль и повестка, когда самые продвинутые, самые просвещенные публичные интеллектуалы уловили, что вот была колониальная история, была империя, были подавлены другие культуры, другие по-социальной группы, и поэтому нужно дать им право сейчас воплотиться, начинать построение национальных республик после того, как Российская Федерация перестанет существовать в том виде, который она существует, и до просто какого-то более этичного чувствительности по отношению к другим группам, в общении с теми же, если оно еще есть, украинцами, белорусами, и мне кажется, эта логика иногда не улавливает, что те же самые группы, которые находятся в таком гибридном режиме, который вы сами понимаете, что он существует, что есть русскоязычная культура Украины, есть русскоязычная культура Беларуси, есть русскоязычные писатели, которые идентифицируют себя не в русских и российских категориях, при этом пользуются языком и проводят в нем какие-то эксперименты. Иногда вот эта публичная и сексуальная повестка, она вся сводится к тому, что давайте вы вернетесь в свое родное русло и желаем вам с этим удачи. Я с этим столкнулась в этом году, когда нас звали на разные публичные лекции и семинары, и после них иногда в прекрасном всех отношении в круглых столах мне сказали, что надеемся на следующие дискуссии, мы все сможем говорить на белорусском языке и вам больше не придется использовать этот язык. И я опять почувствовала, что какая-то логика опять колонизаторская, тем самым тоже воспроизводится, что типа а сейчас мы освободим вас от русского языка, и мне на это я чувствую очень сильный импульс от белорусского и украинского региона, что нас уже в принципе не нужно освобождать, мы можем этот язык тоже использовать и он тоже теперь наш, если мы на нем говорим с 19 века. И в этой логике я могу всячески отсылать всех интересующихся к очень классной книжке Михаила Вынецкого, это украинский историк, он получил PHD в Кемпридже, он написал книгу на английском «Украинский Майдан» и «Российская война», она не переводилась на русский, но она есть на украинском и на английском, и вот в нем он описывает в том числе, что такое русскоязычная идентичность украинского патриота и какие она производила внутренние мобилизации, трансформации в ходе Майдана и в ходе начала 2014 года войны, и как она сформировалась, насколько она сейчас сильна, и что там русскоязычные украинцы, там Харькова, это отдельная сильная культура, которая не находится под культурным влиянием России в той степени, в которой она формирует сама свой и тут последнее, о чем я подумала, что в ходе вашей реплики мне кажется, важно также не думать, что существует какая-то диахроническая перспектива, в которой вот сейчас мы находимся в логике отрицания, а потом мы перейдем к логике гибридизации, потому что, на мой взгляд, по моему опыту, эти логики вполне хорошо уже существуют и все существуют в том украинском, по крайней мере, культурном дискурсе, который я наблюдаю, потому что, например, тот же Гоголь, он прекрасно усвоен украинской культурой и прекрасно гибридизирован уже давно-давно, и какие-то общие моменты украинской литературы, они также принимают эту гибридность, принимают, что карьера Тараса Шевченко состоялась в Петербурге, и он имел очень много культурных связей в этом городе, принимают, что Василий Стус больше всего в литературе любил Марину Цветаеву, называл ее величайшей поэтессой, и поэтому сейчас, если мы обращаемся к этим фигурам, мы как бы знаем, что это также есть частью, несмотря на то, что какой-то эффект войны, конечно, эффект боли, он часто в том числе используется и медиа, и другими институциями, которые так канализируют просто вот это бесконечное страдание, которое выливается в то, что нам не нужно ничего русского, нужна русская культура, нужна русская литература, но мне кажется, эти логики, они все существуют, и поэтому у меня достаточно такое hopeful ожидание, что когда-то они будут институализированы и равнозначно важны, несмотря на то, что, ну, конечно, у меня тоже есть мои concerns по поводу культурных политик, ну, это уже совсем другое не имеющее к нам отношения разговор о том, что сейчас происходит там, например, с легализацией в Украине иностранцев, которые имеют гражданство, стран-агрессоров, и всякие такие вопросы уже внутренней политики, но вот именно культурная политика в меня вселяет надежду. Спасибо. Да, Юля, огромное спасибо, но, собственно, это ровно то, о чем я и пытался сказать, вопрос о языке, здесь, конечно, ну, как бы центральный и самый очевидный в данной перспективе, да, то есть, чей русский язык? Это язык белорусов, украинцев, которые готовы и что-либо делают на этом языке, он не принадлежит России, да, и тут, конечно, очень вы правильно правильно и тонко подчеркнули это зеркальное воспроизводство на самом деле логики метрополии, которую осуществляют те, кто, казалось бы, на уровне политической идентичности этой логике метрополии противостоят. Ну, вот то, что вы описали ситуации на круглых столах, конференции и так далее, да, 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 хорошо, окей, освободитесь от этого травмирующего вас русского языка, дайте его нам, хорошо, пусть этот крест будем нести уже только мы, освободитесь от этого. Вот, разумеется, речь именно об этом, но вот, просто вопрос о языке, разумеется, можно расширять и до каких-то других культурных практик и ценностей. Что касается вот этой диагронической логики, я, конечно, говорил не о том, что сейчас есть только одна логика, а другая не существует, но вы и сами этим закончили, и, разумеется, та вторая логика, логика гибридизации, все-таки носит, ну, достаточно, как бы, маргинальный по отношению к институциональному государственному мейнстриму характер, да, она все-таки связана с определенными сегментами украинского общества и украинской культуры, которым вы принадлежите, да, вот, но я-то говорил о том, возможно ли превращение этой все-таки достаточно, ну, как бы, купированной, занимающей определенное пространство логики, превращение ее, ну, в некую бегемонию, если хотите, да, культурного производства, ее расширение вовне, такая трансляция, я вот как бы вот об этом, вот, ну, и, да, надежда на будущее, разумеется, это то, что нас поддерживает на плаву сейчас, хорошо, ну, тогда, наверное, мы можем на этом ставить точку сегодняшнего разговора, вот, и, соответственно, запись тоже остановить, вот, да, всем, немногим, кто пришел, остался, всем спасибо, ну, вот,